И спасибо за предложение сделать доклад на этом очень интересном и представительном симпозиуме. Я вам коротко представлю в своем докладе каково современное состояние инженционного сценария. И в частности, поскольку во всех предшественных докладах речь шла о кольцоных ромах, а что мы ждем от инфляции в связи с этим же. Это совсем другой интервал, блинвол. Это речь пойдет о возмущениях по оралеткам. ООН примерно одного мегапарсерка до 10 тысяч мегапарсерк. И это те инфляционные волны, которые не возникли недавно, а дошли к нам от самых разных статей. И решение вселенной. Вот я сразу захожу сказать ключевое слово, что АКА зазывает, что этих инфляционных волнов и мало. И это есть причина, почему их до сих пор не нашли, но взрослыми не слишком мало. То есть, я могу сказать, их может быть не слишком мало, есть реальная перспектива, но после напряженной работы их все-таки найти. Это не есть абсолютное предсказание, но есть достаточно при некоторых предположениях, что при родах нам не слишком, не специально и жестоко. Такое предсказание возникает. Но это есть, и не только над этим мы работали. В частности, на оскопе я уже успею. Я коротко расскажу еще о своих двух работах этого года. Кроме этого интересной информации об инфляции можно найти, исследуя возможные локальные особенности. Другое дело, что они действительно первичные, а взрослыми уже можно думать, как наши цинеменологические модели инфляции связаны с полной квантовой теории гравитации. Ну вот, на этом слайде я вам напомню кратко историю Вселенной, как она нам сейчас представляется. Значит, и вот за исключением малой области тех объектов, о которых рассказывалось в предшествующем докладе, вот за исключением малой ответственности, черные два остальных области. И в пространстве, и в прошлом Вселенной оказывается, что можно все наблюдающие данные в этот всякий тип. Очень частные виды метрики искренного пространства, пространства в эритрильные. Как вы видите, здесь стоит вообще то хреновое пространство. А все интересные объекты, все бескомпактные объекты, начиная с самых больших, от скопыли галактики, идя вниз до галактики, звезды, планеты. И в конечном счете мы сами все интересное. И сидит вот тут по этому все реально интересные предсказания, вот особые этого члена. Вот на это, это для вселенного, в таком кратком, несколько зашифровом виде, изображена вся известная нам часть истории Вселенной. Это первая десиптовская стадия, она же инфляционная. После нее следует стадия, значит, стадия дайв, минимуме излучения, распрыгнула на этот Роберсон-Вокер, привлечен дайв на месяц встреч. После нее, относительно недавно, в прекрасных смещениях, порядка 3300, мы переходим на стадию дайв, минимуме излучения. А вот сейчас, начиная с каждого смещения порядка 0,7, мы переходим на вторую десиптовскую стадию, которая с качеством, с точки зрения, замечательно похожа на первую. Но, естественно, я не хочу сказать, что это полная история Вселенной, чтобы такое было раньше, чтобы такое было потом, просто в настоящее время ненасадки в теориях нет, нет никаких определенных, например, данных, с которыми мы можем и работать. А вот в одном случае, в случае десенцевской инструкционной стадии, такие данные уже просто числа есть и уже можно работать с конкретными числами. Это вот как эти стадии выглядят с точки зрения диаметрии, то есть как масштабные факторы в зависимости от этой, или вот молочи пользоваться этим халдовским параметром, а это как это с точки зрения физики, если переписать уравнение, если даже работает в классе, так называемых, административных систем гравитации, всегда можно переписать уравнение регуляционного поля в классе, в таком, в эфсеевском виде, оставив селево-эльсеновский тензор, а все лишние члены, если они есть, перенеся в правую часть, и обозвав их эффективнее, для гимпульса полной материи, включая темную энергию. Так вот, значит, на этой и этой стадии, мы имеем что-то близкое, это стадия, естественно, излучения или ультразильских плазм, это стадия за ренирование неэлективских частиц, это продолжительность. Интересно, кроме обычного, в времени использует продолжительность немножко в другом времени, которое называется чашлы и фолдов, это просто натуральный логарифм артёбного фактора. Будут доказывать, что вот в этих темах эта стадия короткая, это была дольше, это была дольше, это была самая долгая, мы точно её продолжительности не знаем, но мы можем, кстати, измерить её разность, её продолжительность в разных точках пространства с колоссальной абсолютной точностью, которая есть на больших масштабах просто в пять раз больше, чем где-то дектора, буквально измеренная, то есть абсолютная точность по этой действии и в минус пятой степени. Ну вот, значит, давайте мы про эту стадию скажем, это её инфляционная сценария основана на двух основных гипотезах, они, кстати, независимые, и в альтернативах инфляционному сценарию очень часто используется одна, либо одна, какая-нибудь одна из этих двух гипотез, уже отсюда следуются независимые, и первая относится к фону, к одновременному фону, то есть самая гипотеза о том, что была стадия близкое пространство деситера, когда фон был столь симметричен, сколь это возможно, с точностью до этой стабильности, а вторая гипотеза о том, это эффект гипотеза гипотеза в частиц и флоксации полей, которые, полный аналог рождения позитронных пар во внешнем электронном поле, это происходило изначально и вакуумного состояния. Ну вот, короче, это истинно, истинно квантово-гипотеза гипотеза, видно даже из того, что в конечный ответ входит единственный масштаб там две милии энергии, скажем, планковский масштаб, куда входит постоянная планка и скорость и скорость света. И вот, значит, нефривиальное предсказание вот того конкретного варианта инфляционной, которая работает. есть очень было исторически положено очень много моделей, которые не работают. Это, кстати, вам показывает, что эти модели довольно легко и фальсифицированы. Так вот, все, говорится, работающие, это, так называемые модели следственного скатывания, и вот в них оказывается, что традиционные волны всегда, начальные традиционные тенджерные возмущения всегда податленные. Единственный вопрос, насколько они податленные. вот тут можно сказать, что действительно, иногда вот такие выносятся слова, в частности, даже, я вот тут была недавняя конференция памяти Леонида, перед прочим, и Грищута, который не смог участвовать, поскольку был в Японии. Но вот там организаторы там на титульном листе написали, что вот, вот как показал Грищут и вселенное колоссальное канадийство, и в Горидонах. Это не так, это не так. И, в действительности, это неверная интерпретация работы Леонида в 2004 году, и из нее строго говоря, даже следует, что в стандартном, в том сценарии, который был до инфекционной стадии, а именно горячий, большой полусы, рождение Грищута вообще отсутствует, так что спела нужно предложить что-то самое другое. А, действительно, можно придумать сценарий, где Грищута в хозяйстве много, но эти сценарии все уже исключены. А вот конкретно инфекционный сценарий, значит, это все-таки есть, но, может быть, подавно. Вот, в частности, говорится, моя в нескольких местах я нашел разные причины, почему они подавлены. Вот, но ответ такой, что все-таки, что вот сейчас интересно для седущих опытов, насколько они подавлены. Ну вот, значит, предсказаниями, по такому, как я вам сказал, поскольку все интересное сидит в этих самых малых и возмущениях, что цель всякой инфекционной модели вам подсказать структуру вот этих, вот этого члена на конец инфекционной стадии. Это, в некотором случае, будет начальное условие для их последующей эволюции. Эволюции потом. Оказывается, оказывается, я вам представляю результат, что в главном приближении 305 светлости слемного щенн Não либо потенциальных квадратов в области очень очень больших нюн или падающих с преймпшением Вселенного, оказывается, 3х3 прессонархленное проблеждение ее не зависит от времени. И Тогда из нее можно выделить следовую и бесследовую часть. Следовая часть, следовая часть, соответственно, за эскалярное возмущение, а эта часть, как видите, она бесследована, она переречная. Вот она, соответственно, вот это и есть самые переречные глицовные ровни. Вот, действительно, я практически, вот такие, всегда очень удобно используются, и причины, это вот, в частности, вот это самый наклон спектра, в первых составляющих возмущений, а это отношения, квадраты, там, приюту с глицовных ров. Вот, значит, я сказал нейтральное предсказание, что вот эта часть подавлена по сравнению с этой частью. И общая причина состоит в том, что вот в данном конкретном сценарии, поскольку инфляционная стадия, она нейтральна по отношению к глицовному уровню, но не устойчива по отношению к скалерным возмущениям во всех моделях. Ну, строго говоря, поскольку ослабляется эффект квантово-глицовный, конечно, в действительности все вот эти штуки, все вот эти штуки квантовы. Строго говоря, они квантовы и сейчас, так что метрика пространства времени, строго говоря, некоммунитативно в разных точках, но это утверждение в таком смысле формальное. И вот почему. Оказывается, эта самая некоммунитативность сидит в очень ничтежно-малом куске. Вот если вот этот кусок, это хитимпичное возмущение. Эта компонент, она имеет примерно тот же смысл, что и космический, и квази-неутонский ингредиционный потенциал. Вот, значит, вот его две часа типичные, как вы увидите потом. Мы уже знаем, сколько она. Примерно 10 минус 5 сантиметров, а это, как видите, на уровне 10 минус сотых. Опустив эту уничтожную малую часть, оказывается, что оператор у нас такая, что, когда мы это опустили, все начинают друг с другом коммутировать. А поэтому, оказывается, можно вести, все астрономы это делают, вместо оператора вводятся эффективные, можно сказать, эквивалентные, эквивалентные классические, но, естественно, стахастические, а не пневмонистические веки, а из наших, где вы поняли, что все происходило, в начальном состоянии было и вакуум, и, так сказать, абибатистский вакуум, и, следующее, их статистика должна была быть гауссовой стоимость до малых водоотечественных полуоправок, и это действительно, эксперимент это подтверждает. Ну вот, и вот, значит, сейчас такая, значит, это последний, сам коллаборации Планк, вот, в частности, из колоссальных данных, которые у них есть, самые важные для космологии, вот эти самые два числа, вот, что тут важно, значит, важно, что вот этот самый спектр, вот этот спектр, он практически не зависит от ка. Это, действительно, как вы видите, одно из предсказаний, типичное для всех моделей, что зависимость должна быть слабая, то есть этот параметр должен быть малым. Но мы знаем теперь больше, мы теперь знаем и это конкретное число, и, в частности, вот, если его сравнить с такой величиной, которая совершенно приценивает другое происхождение, если это что-то такое, что относилось к начальному состоянию Вселенной, которое было давным-давно, четырнадцать миллиардов лет назад, то вот эта веточность, составленная, как видите, из современной температуры фотонов и современных хаббла, она характеризует, можно сказать, насколько большая Вселенная и сейчас. Вот, оказывается, вы можете без всяких, без всяких, без конкурсных программ, даже глазом увидеть, вот, принять такое соотношение. Оказывается, в некотором смысле, да, но в последнейшем инфляционной сценарии пока в действительности, ну, там, в точности, я слегка упрощаю, в действительности нам из этого плагаемого там, из него нужно нечто отнять, по порядка десяти, но, значит, все, значит, вот такое соотношение есть. По этому, что, значит, эксперимент нам дает два-две званого фундаментальных катаплодийских и фактических и физических патриарных, да, а что могут делать самые красивые те конии? Это, так сказать, это число фундаментальных констант, которые нужно в космологии ввести, уменьшить на одну. В частности, во всех инфляционных моделях вот это число приходится бы только из наблюдений, а вот это, как я сказал, это можно предсказать. Ну, вот, так же я подчеркиваю, то мы сейчас вот по практике вот работаем вот с этими циклами, вот я сказал, существенно используем тот флаг, что про произведение этого числа вот на это, это примерно именно два, я бы сказал два плюс-минус 0,5, вот так скажем. Вот, и это означает, что, как говорится, в современной статус инфляции, переход от доказательств ее в целом уже, я несмотря на простейших моделей, уже к использованию всего этого пасхода, для того, чтобы исследовать как физику частиц на свет-высоких энергиях, так и реальную историю вселенную, прямо используя и реальные наглядные данные вот относительно этой величины, и верхние пределы на ЭТК. Отсюда можно идти и с двумя путем, можно предлагать модели и смотреть, какие из них работают, какие нет, а можно идти и обратно в сторону, можно использовать такой подход реконструкции, использовать наглядные данные для того, чтобы в данном классе модели определить, какая из них наиболее хорошо, для того, чтобы сказать, какова должна быть структура конкретной модели. Ну вот, значит, вот, я почитаю, что вот это, то, что я буду называть в дальнейшем гладкой реконструкцией, гладкая реконструкция, вот когда мы смотрим только на гладкую часть этих самых мультипулей, и пока в первом предназначении не обращаем внимания на этой возможной 10-процентной. И поправьте. Вот, но потом, это только первый шаг, и я потом скажу, что мы будем делать потом. Значит, вот вам прямой пасход, вот, значит, данные, вот по НС здесь и по Р здесь, вот это, тут лучше использовать у вас опять самые данные, которые включают и температуру, и поляризацию, и контроляции, тем, которые и поляризации, но, причем, это уже данные, как я сказал, в начале 2015 года, вот уже, как, в конце 2015 года вот были новые данные по верхнему пределу, так что, упрощаясь в их отделах, я бы сказал, что вот тот, вот этот, то, что находится внутри этого, синего, то, что было для планка, один сигма, это я бы сейчас уже сказал, вот нужно рассмотреть, как два сигма. Ну вот, вы уже видите, что многие модели исключены, сейчас здесь исключена простейшая модель со скалерным полем, просто в квадрате, но, в частности, всегда остаются вот сидящие здесь, в самой центре наблюдательных данных моделей, вот давайте на нее посмотрим, тем более, что она была вот так называемой адресной станции, тем более, она, в принципе, была первая, она, в том смысле, вот эта самая простейшая. И это и есть вот, та самая модель, в которой мы действительно предсказываем, предсказываем ns-1, модель, называем r плюс r квадрат, и, используя наблюдательные данные в амплитуде спектра, следует, что единственный квадрат, который здесь, вот он, он, говорится, и фиксируется. После этого все, говорится, предпредсказания рассчитываются, в частности, вот получается очень хорошая, очень хорошая согласие для ns-1 с тем существом, которое я считал. И вот, значит, предсказание, вот, что мы ждем от российских ингредиционных волн, а то такое. Их мало, но не все, что мало. Их, значит, они подряд как ns-1, ns-1 в квадрате. Ну вот, значит, я хочу сказать, что в этой модели, как говорится, эффект сражения частиц работает дважды. Он работает во взрывной инфляции, чтобы генерировать возмущение, возмущение метрики. И он работает после инфляции для того, чтобы сделать, вот, предвести распад той квадричастиц, которая в этой модели, с этой операционной аналог, и в плазмонах, и в плазмонах. Так он, в этом смысле, обеспечивает распад этого и плазмон, это быстро, в действительности есть быстрая осцилляция скаляра ричи, он обеспечивает ее распад на пары всех частиц n- и анти-анти частиц. Оказывается, это очень важное смысл этой модели, что вот специально запрещен его распад на галитон. Это вот еще один пример, иллюсующий то, что, как говорится, в действительности, во многих интересных случаях изображений галитон сильно падало. Вот я, как сказать, ее пропущу, а вот вам иллюстрация обратного происхода. Давайте предположим, что мы измерили спектр начальных скалярных возмущений, можно ли и восстановить инфляционный модель, а если можно, то с такой питательностью. Но вот для вот такой модели, где у вас есть минимальное связанное скалярное поле, с этим потенциалом, ответ давайте я тут для присутствия пропущу, ответ такой, что для этой модели, как я сказал, рабочие модели всегда это динамика медленного скакивания, она, говорится, выполняется, если потенциал достаточно пуский, она вообще специфична не только для инфляции, исторически она была впервые, на этой моей работе сегодня, спрашиваю Бога, для главного, для главного альтернативы инфляционной модели, для структурного модели с оскоком. Ну вот, значит, ответ такой, вот вам это, в действительности, есть окончательный принцип скалярных возмущений, и вот, что из него следует для НС-1, так вот, О-2, эти слагаемые, а не малы, каковсе его в плане медленного скакивания. Отсюда исследует общее предсказание, что НС-1 должно быть мало, ответ такой, да, это действительно, это наблюдение подтверждает. А ещё, раньше, вот у меня были подключены для тензорных предсказаний до тензора и возмущения, так вот, и видно, что это отношение, оно содержит, опять-таки, малую величину а в точке на ашкадрат, поэтому у нас ведомо типично, там уже исключение в некоторых случаях, значительных случаях, оно, так сказать, типично вот такой комбинации с 8 на 1 минус НС, и действительно, подтверждается. Но я сказал, в принципе, возможно, что R может быть существенно меньше, и чтобы подумать, насколько мы его всё-таки ждём, так сказать, уже без галактики, но с разумной степенью, вряд ли всё. Вот мы посмотрим, значит, давайте мы попробуем произвести эту обратную реконструкцию. Она даётся вот этими формулами, эти оба интеграла, и неопределённые, поэтому, слово говоря, ответ зависит от двух постоянных интегрирования. Но, в действительности, эта константа интегрирования здесь абсолютно не важна, она просто сверяет все, а вот эта константа интегрирования здесь важна. Но в данном случае, вот если мы воспользуем вот этим условием, давайте примем гипотезу, давайте посмотрим, что будет, если мы будем считать, что нет новых малых констант, нет новых безразумных константов, короче тех, которые известны изумлятельных данных. Это первое. И второе условие, что этим потенциалом, который мы получим, и можно пользоваться только до инфляции, может и после неё, и после неё. То есть гипотеза об отсутствии в новых масштабах. Опять такое, что тогда оказывается, что самый лучший модель это вот такая, это вот такая. То есть вместо, если раньше говорилось о том, что в данном классе самая естественная модель это в квадрате, то сейчас, поскольку эта модель исключена, то вот самый простой и наиболее хорошо соответствующий, но для этого данного, эта модель. Вот это то самое можно сделать для FATR, FATR-беритации, для более общего случая. И там оказывается, что инфляция существует, когда вот эта самая функция, вот тут произвольная функция, стоящая от R, она достаточно и близка к R-квадрату. И тогда вот учитывая, значит, вот эту самую форму для скалярных и презентационных возмущений вот этой модели, а вот, значит, ведутся обратные, обратные реконструкции. Как я сказал, она состоит в том, что он должен определить эту функцию из негативных данных. Опять-таки, здесь наша гипотеза о том, что нет новых масштабов энергии, и вторая о том, что, давайте, что нет новых масштабов и после инфляции, то есть вот, чтобы этой функцией можно было пользоваться и при малых R, и она должна давать R-квадрату. И тогда у нас, оказывается, у нас такие две статистические, где пользы однозначно приводят к этому предсказанию. То есть для, в этом случае вообще однозначно, а в том случае с точностью до некого призвольного коэффициента, у вас получается отсылка, что R не имеющая приближенно, чем Nr, минус 1 в квадрате. То есть 10 из минуса этой степени, а это, оказывается, действительно, это можно измерить. Но это не есть первый шаг, а вот следующий шаг, вот смотрите, пытаться описать эти малые особенности. Значит, примерно 10-процентное понижение от 20 до 40, и вот, значит, пик на 40, и право на 22. Значит, ответ такой, что если основные докажут, что это действительно привычная особенность, то мы статистические точки зрения к этому готовы. Есть разные возможности, но самая простая, основная, особенность, что он достаточно мягкая локальная особенность, довольно слабая особенность потенциалей инфлатона. А идет финистское происхождение, существование частиц более тяжелых, чем инфлатон, которые с ним связаны и испытывают быстрый фазовый переход в ходе инфляции. Вот самая наша последняя работа, где мы учли, что вне особенности мы опять взяли тот класс потенциаловых типов экспонентов, асимптотика вот того самого гидерболитического тангуса, и мы к нему добавили локальный скачет, он дает довольно хорошее повышение. И последнее, что я хотел сказать, что, с другой стороны, оказывается, что можно подумать о том, что было до инфляции, и вот отдельный весь вопрос, как построить квантовую гидролитацию, сам скажу, что главная проблема не есть, как вы считаете во многих популярных данных, не есть нетриномирность квантовая гидролитация, это только инсуентская гидролитация и нетриномирность, а проблема это как избежать двух. Опять такой, что есть способ избежать духа в таком не локальном обобщении, он уже разрабатывается давно, но не было никакой связи с нашими темными инфляционными. Вот дальше мы нашли, и в недавней работе, мы нашли, при каких условиях эти модели, в которых нет духа, в которых, в принципе, полные квантовые впечатления, при каких условиях у них как частное решение, и возникает вот эта самая-самая-самая хорошая инфляционная модель. Ну вот, давайте на этом закончим. Вот мои принципы. Значит, мы имеем типичные, есть подтверждение типичных инфляционных предсказаний, что это мало, и этого порядка, и типичные масштабы, это масса эквазичности такая, а во Вселенной была кривизна просто в такого порядка, это можно достичь равным образом и в инфляционной, и модифицированной гравитации. Это два, это то, что я уже сказал насчет того, и реконструкции. И вывод такой, что мы в первом случае имеем, так сказать, что R, я бы сказал, в 50% случаев порядка НСГУСа 1 в квадрате, а для этого даже простейшим словучи имеют четкое предсказание, поэтому действительно имеет смысл искать традиционные волны на этом уровне. А это первое. Оставаясь на направлении исследований, это исследования малых особенностей. И, значит, ответ на то, что мы сейчас видим путь, как наши феномерные инфляционные модели можно вписать в нелокальные модели, полные ультраэнергии, в которых отсутствуют духи. Спасибо. Алексей Александрович, время перебрал. Максимум один короткий вопрос, а еще лучше – обсуждение в кулуарах. Короткие. Совсем короткие. Вот эти 10-15 гибели, означает ли это, что есть возможность потенциально его искать в каких-то другие предприятиях? Ну, в принципе, да. В принципе, да. И вот, говорит, практически, в поле, говорит, конкретно ответ такой, что поскольку делается четкое предсказание, ну, и в одном качестве модели, а более четкое, в другом, так сказать, поскольку делается предсказание о том, что это самый, первичный, перецобный хвол, то вот сейчас это действительно не только для них, а так откроется, то, значит, там, говорится, можно этот масштаб в каком смысле и измерить из-за зависимого способа. Вот, что касается проверки, тут просто нужно иметь в виду, что этот масштаб энергии, то есть новый фактический масштаб масс элементарных частиц уран, он все-таки возникает не в плоском пространстве, в уровне Менковского, он возникает и в крымом пространстве. Хорошо, спасибо. Наш следующий докладчик Вашид Олегович Свиняев. Три эффекта, делающих видео приступления к лавке в микроволновом диапазоне. Значение кинематической технической бесплодной. Компания наблюдения кружек и практике. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ